Вся Россия, великая страна, Славь мы герои, перекучим дым! Маленькие пехотинцы, летчики, моряки, пограничники и даже бригада медицинских сестер. На редкость уверенно и четко воспитанники детских садов выполняют строевые упражнения и шагают точно в ногу. Ребята с восторгом демонстрируют все, чему их научили педагоги. Яркое выступление дошколят не оставило равнодушным ни одного из присутствующих в зале. Мы готовились очень долго и мы должны сегодня заиграть победу и первое место. Задолго до начала дети, родители и педагоги начали подготовку к конкурсу. Некоторые даже специально заказали форму, точную копию настоящей военной экипировки. В этом году мы решили выступить пехотинцами. Мы каски приобрели детям и обмундирование сшили и сапоги. Видимо это тяжелое обмундирование. Дети очень хорошо пели. Для меня они самые лучшие, что бы ни было. В музыкальном зале детского сада номер 83 дошколяты уверенно маршируют под звуки мелодии военного времени. Поют песни, демонстрируют строевые упражнения. Все как у взрослых. Компетентное жюри оценивало синхронность выполняемых движений, эстетичность костюмов и исполнительское мастерство. Безусловно, очень сложно судить. Тем более здесь идет на эмоциях. Тем более детки 6-7 лет, которые делают строевые приемы, некоторые даже делают лучше, чем наши студенты и школьники. Действительно, очень сложно судить. Малыши с замиранием сердца ждали результатов. И вот он долгожданный момент. Гран-при и кубок конкурса достался детскому саду номер 89. Его воспитанники стали лучшими среди команд 40 дошкольных учреждений города. Мы надеялись, что у нас все получится. И мы займем первое место. Ну и остальные команды не остались без памятных призов. Всем коллективам, вышедшим в финал, выручили дипломы и подарки. Эльвира Иларионова, Роман Мальцев, телеканал «Нефтихим».